Эффективное вставание и размахивание украинским флагом, это сигнал о том, что я получил ваше сообщение, получил пожертвование на вашу избирательную кампанию. Большое вам спасибо. Вот и все. Что касается Украины, то все, что поступает на Украину, как указывало некоторое время назад ЦРУ и посол, большая часть этого исчезнет на банковских счетах по всему миру, для мистера Зеленского и его небольшой группы людей, которые грабили это место вслепую с тех пор, как пришли к власти. Я думаю, что эта поддержка действительно укрепит вооруженные силы Украины. И у нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит ту систему вооружения, в которой мы так нуждаемся, в которой нуждаются тысячи солдат. И здесь вообще нет никаких шансов. У него нет персонала, другими словами людей, которые обучены и вооружены, чтобы что-то делать. И он может поставить больше оружия, но ему по-прежнему не хватает человеческого капитала. И опять же, вы теряете большую часть своих сил, когда отступаете, когда все рушится, вот тогда вы несете самые большие потери. Вы не несете их, когда у вас есть организованная структура, обученные и хорошо руководимые войска. Но когда все рушится, вот тогда и происходят потери. Я не знаю, что еще мы ожидали от него услышать. Он, конечно же, не собирается говорить правду. Он должен сказать, о, это будет ужасно полезно. Но он предупреждает об этом, по крайней мере, утверждая, что, ну, если я не получу эти вещи быстро, это, вероятно, не будет иметь большого значения. Я имею в виду, что именно в этом и заключается смысл его заявления. Правда в том, что ничего из этого не сработает. Ну вот она и спрашивает его, собирается ли он просить больше денег через год. Полковник, прежде чем мы перейдем к этому, будет ли он все еще здесь через год? Нет, абсолютно нет. Вот что он говорит. Президент Зеленский, можете ли вы дать американцам представление о временных рамках? Будете ли вы по-прежнему нуждаться в такой же помощи через год? Или вы думаете, что сможете свернуть сотрудничество с Россией? Решение о поставке истребителей F-16 в Украину было принято год назад. И год назад мы получили положительный ответ. Украина должна получить эти истребители, чтобы не только противовоздушная оборона защищала небо, но и у нас были современные самолеты. Прошел год, а у нас все еще нет этих самолетов в Украине. Так что очень трудно делать какие-либо прогнозы. Я хотел бы, чтобы мы были открыты и очень-очень конкретны. С того момента, как мы получим в свои руки эти системы вооружения, ну с этого момента мы сможем говорить о временных рамках. Мы не сможем поладить с русскими. Что же отправка таких денег на Украину на данном этапе сигнализирует русским о том, что любая надежда на отношения с Вашингтоном мертва? И именно поэтому министр иностранных дел Лавров в течение последних 48 часов давал интервью и его спросили, что произойдет, если будут переговоры. И готова ли Москва по-прежнему к переговорам? И он сказал, что да, мы будем восприимчивы к переговорам. Но имейте в виду две вещи. Во-первых, только потому, что мы ведем переговоры, мы не остановим боевые действия. Мы будем продолжать до тех пор, пока не достигнем всех наших целей в военном отношении. И во-вторых, и это очень важно, мы не собираемся прекращать боевые действия даже на короткий период времени. Потому что мы знаем, что мы собираемся удержать то, что мы эффективно выиграли, факты на местах изменились. И мы больше не хотим говорить о том, на какой территории мы готовы сдаться вам, чтобы заключить мир. Верно. Все кончено. И мы выставили себя дураками. И хуже всего то, что мы выставили дураками НАТО. НАТО выглядит слабым и глупым. Украинское государство разрушено. Что бы ни появилось после этого, это будет государство обрубок. И этот тыловой штат фактически станет демилитаризованной зоной ДМЗ. И в нем будут жить украинцы, которые смогут возделывать свои поля и жить своей жизнью, но там не будет военной силы, которая угрожала бы России. Полковник, я думаю, что мы уже проходили через это раньше. Но в чем состояло обоснование Путина для ввода войск в Украину? И разве это обоснование неприменимо и на Западе? Нет, ты знаешь, на Западной Украине, я думаю, его аргумент таков. Я имел в виду Соединенные Штаты, если... О, ну что же, на данном этапе он извлек несколько тяжелых уроков, как и его коллеги в российском правительстве, что нам нельзя доверять. Что бы мы ни говорили, это ложь. Минские соглашения, конечно же, подготовили почву для этого. И теперь я думаю, что есть просто готовность сказать, к черту все это. Мы закончим это на наших условиях так, как мы считаем нужным. Сейчас они не хотят идти маршем до польской границы. Я всегда говорил, что это никогда не входило в наши планы. Они в этом не заинтересованы, но они сделают это, если сочтут это необходимым. Но они четко оговорят, каковы условия на Западной Украине. В Соединенных Штатах вопрос заключается в том, что нам делать дальше. Мы, кажется, не думаем, что есть какие-то ограничения ни в наших интересах, ни в наших ресурсах. И это неправда. Мы истощаем наши ресурсы. Все внутри вооруженных сил понимают это. Министерство обороны знает это. У нас не так уж много осталось для борьбы на данном этапе. Если нам придется вступить в войну, у нас будет много проблем. Так что теперь мы создали второй фронт на Ближнем Востоке. В этом на самом деле не было необходимости. И, по-видимому, этого даже недостаточно. Они хотели бы иметь третий фронт в Азии, что совершенно нелепо. И мы не заинтересованы ни в одной из этих областей, чтобы расширять или разжигать войну. Так вот в чем проблема. Нет чувства ограниченности наших ресурсов и нет чувства ограниченности наших интересов. Меньше чем. Полковник, в минувшие выходные из нескольких источников поступали слухи о том, что в районе Одессы находится тысяча французских военнослужащих. Также ходили слухи о том, что президента Путина среди ночи срочно доставили в Кремль в ночь с воскресенья на понедельник. Что вы думаете обо всем этом? Что же Путина вполне могли срочно доставить в Кремль? Но я не уверен, в чем была причина. И я также не уверен, что в этом нет ничего необычного. Я имею в виду, что он глава государства, президентов и премьер-министров, королей и принцев регулярно будет среди ночи для решения проблем. Но как оказалось, никто в Одессе не видел никаких французских или американских войск. И я надеюсь, ради их же блага и ради блага Запада, а также Востока в этой борьбе, мы не увидим никаких войск. Потому что если мы войдем в Одессу, это по сути будет означать войну с Россией. А Россия не хочет войны с нами. И мы, очевидно, не заинтересованы в войне с ними. Так что нам нужно держаться подальше, потому что это по сути то же самое, что если бы, скажем, русские решили оккупировать Тихуану прямо через границу от Соединенных Штатов. Посмотрите на границу и посмотрите, где находится Тихуана, и разместите там 40 или 50 тысяч военнослужащих. И они столкнутся почти мгновенно в одночасье с сотнями тысяч американских военнослужащих. Мы расценили бы это как акт войны и сокрушили бы его. И это именно то, что сделают русские. И тогда опасность состоит в том, что какой-нибудь дурак в Вашингтоне скажет, ну мы не можем допустить, чтобы это произошло. И мы попытаемся найти что-то еще, что мы могли бы сделать, чтобы спровоцировать Россию, или, что еще хуже, эскалацию до ядерного уровня. Что, как сказал президент Путин, равносильно Армагеддону. И это то, чего ни он, ни мы не хотим. Так что это еще раз доказывает, что это глупость. Полковник, переходя к Израилю и Ирану, кто, по Вашему мнению, выиграл или одержал верх, или проделал лучшую работу, какие бы слова вы не выбрали? В результате противостояния между этими двумя странами, которое произошло в результате израильского нападения на иранское консульство в Дамаске и его разрушение. Я не рассматриваю Иран и израильский конфликт на данном этапе, как имеющие отношение к категории побед или поражений с обеих сторон. Я думаю, совершенно ясно, что Газа стала катастрофой для израильских сил обороны. Ясно, что это провал. Миссия по искоренению, уничтожению и разрушению Хамас провалилась. И использование этого в качестве предлога для того, чтобы изгнать миллионы людей из их домов и прочь из Израиля, потому что они арабы, мусульмане или христиане, провалилась. Проблема с Ираном, я думаю, не решена. Иранцы продемонстрировали это своим ответом на израильский авиаудар, что они могут достигать критических и уязвимых целей внутри Израиля и потенциально могут уничтожить большую часть страны. Это уже достигнуто. Израильтяне не ответили. И я не уверен, что я или кто-либо еще, кто не присутствовал на встречах на высшем уровне, может полностью это объяснить. Но я не думаю, что все кончено. И я думаю, что было бы ошибкой предполагать, что Гэйн Нетаньяху решил, хорошо, мы больше не будем беспокоиться об Иране. Нет, я думаю совсем по-другому. У него все еще есть значительная американская военная мощь в регионе, к которой у него есть доступ. У него все еще есть значительные собственные возможности. И он может решить в какой-то момент, что пришло время принять меры против Ирана. И как мы видели сегодня, на юге Ливана продолжаются боевые действия. И если это обострится, то Иран явно вернется в зону поражения, потому что без Ирана Хизбалла не выживет. Возможно, она даже не сможет существовать. Я говорю о Хизбалле. Вот Джон Соуэрс, бывший главами 6, с некоторыми очень интересными советами премьер-министру Нетаньяху, в которых он говорит, почему бы тебе просто не оставить Газу и не объявить это победой, даже несмотря на то, что ты не выиграл и не сосредоточил свои усилия на Хизбалле. Что же, послушай этот очень интересный отрывок номер 9, Крис. Этот генерал говорит, что вы должны завершить работу в Газе. Я не уверен в этом на самом деле. Я думаю, что Израиль преуспел в том, чтобы превратить Газу в руины. Разве это успех? Ну, именно так. Это не совсем успех. Они не добились освобождения оставшихся в живых заложников. Они не убили командиров Хамас. Они вызвали массу гуманитарных страданий. Откровенно говоря, я думаю, что с точки зрения Израиля они могут сменить тему. Они могут переключиться на Иран и Хизбаллу и просто объявить об этом. Действительно, в Газе, я думаю, что это возможно. Но альтернатива христианская заключается в том, что если израильтяне действительно вернутся в большом количестве в Рафах, чтобы сразиться с последними батальонами Хамас. Да, в этом есть логика с точки зрения безопасности. Но добьются ли они на самом деле чего-то большего, чем они уже достигли? Могут ли они достичь чего-то большего, чем они уже достигли? Полковник? Я думаю, что Г.Н. Нетаньяху признает, что до сих пор они терпели неудачу в секторе Газа. И помните, что конечной целью или задачей было не просто уничтожить Хамас. Это было полезное оправдание. У вас не может быть Израиля от Иордана до моря. Если вы не сможете изгнать арабов, живущих на оставшихся землях, которые технически либо находятся в пределах Израиля, либо непосредственно прилегают к нему. Из их домов, из их городов, с их ферм и в соседние государства. Так что если он этого не сделает, как он вернет поселенцев, израильских поселенцев, израильских домовладельцев, израильских оккупантов? Жителей туда, где они раньше жили на юге Израиля? Ну, это невозможно. То же самое справедливо и для северного Израиля. Но я бы не согласился со старшим офицером разведки. И я бы утверждал, что с Газой нужно покончить каким-то образом. Я бы не стал делать то, что сделал Гэн Нетаньяху. Очевидно, я бы искал какое-то альтернативное решение. Но идея расширения войны на Хизбалу, силу, которую нелегко победить и которая может снова втянуть Иран в борьбу, катастрофично. Это очень напоминает решение напасть на Советский Союз при поддержке Великобритании, сидящей в тылу Германской империи. Невозможно. До тех пор, пока Великобритания оставалась непотопляемым авианосцем, зачем вам было нападать на Советский Союз? Это безрассудно и глупо. И я думаю, что то же самое можно сказать и о Хизбалле. Если Израиль вступит в войну с Хизбаллой, а Иран вмешается, что сделает Путин? Что же это еще один фактор в этом уравнении? Это больше, чем просто фактор. Это критическая переменная. Гэн Путин держит все стратегические карты в своих руках за кулисами на Ближнем Востоке прямо сейчас. Он пользуется большим уважением. Он всегда призывал к сдержанности, терпению, и в целом государства и народы региона прислушались к его советам. Он пользуется очень большим уважением, как и Россия прямо сейчас. На самом деле, если посмотреть на это с точки зрения брендинга, наш бренд серьезно пострадал. Мы выглядим нелепо. А бренд России очень силен и выглядит очень, очень привлекательно. Я думаю, что Гэн Путин, разместив дополнительные российские войска в Сирии, разместив российские силы в Красном море и Индийском океане, а также в Средиземном море. Очень ясно дал понять, что он чувствует и что он готов сделать, если на самом деле мы, израильтяне, решим выступить против Ирана. И именно поэтому я говорю, что идея включения Хизбаллы прямо сейчас делает столкновение с Ираном неизбежным. Зачем вам это делать, если вы заинтересованы в том, чтобы в первую очередь избавить свою страну от Хамас? Что же, я думаю, что Хамас важен, но это второстепенный вопрос для Гэна Нетаньяху. Он хочет, чтобы вся его страна была, цитирую дословно, арабской свободной. Чтобы достичь этой цели, он должен победить всех противников Израиля в регионе. Это означает региональную войну. Он не может сделать это без американской поддержки. Вот снова Джон Суэрс, выступающий за решение о двух государствах. Отрывок номер 10. Я думаю, что Хамас сможет восстановить свои вооруженные силы. В результате этого конфликта появится множество добровольцев для батальонов Хамас. И единственный реальный ответ как для сектора Газа, так и для западного берега заключается в том, чтобы иметь авторитетное палестинское руководство, которое возьмет на себя ответственность за эти территории в рамках концепции создания палестинского государства, которое будет жить бок о бок с безопасным и мирным Израилем. Разве это не является фактически невозможным при нынешнем руководстве израильского правительства и отношении израильского народа после 7 октября? Абсолютно. Гэйн Нетаньяху пользуется поддержкой 80-85% своего населения, когда речь заходит об этом вопросе о двухгосударственном решении. Палестинское государство на границах Израиля или содержащие или охватывающие части Израиля с точки зрения израильтян является эквивалентом создания государства организованной преступности, которая будет держать нож у горла евреев и Израиля навсегда. Помните, все это делается для того, чтобы победить врагов, противников Израиля и уничтожить любого, кто, по их мнению, бросает вызов евреям или угрожает им. Вот почему вы постоянно слышите в американской и западной прессе, что любого, кто не поддерживает Израиль безоговорочно, называют антисемитом. Они пытались отождествить антисемитизм с антиизраильскими настроениями. И поэтому идея отдельного государства, которое каким-либо образом узаконивает арабов, живущих в Палестине, как заслуживающих такого государства, неприемлема. Они этого не сделают. Так что я думаю, что он бредит. И в результате война продолжается, и она не закончится хорошо. Полковник, за последние 48 часов Колумбийский университет и Ельский университет приостановили занятия в прямом эфире. Гарвардский университет закрыл Гарвард-Ярд. Колумбийский университет пригласил полицию Нью-Йорка в кампус для ареста демонстрантов. Никто не был обвинен в насилии. Их просто обвинили в незаконном проникновении. Все, кто был арестован, утверждают, что от реки до моря Палестина должна быть свободной. Хорошо. Вас беспокоит свобода слова в Америке, полковник? О, конечно. Я думаю, что Билли правах в этой стране был нарушен, если не игнорировался в слишком многих местах. И по всей стране у нас есть люди, сидящие в тюрьме, которые были арестованы, обвинены. И в конечном итоге, по моему мнению, несправедливо осуждены на основании событий 6 января. Это возмутительно. И в то же время мы имеем судей по всей стране, выпускающих преступников на улице. В этом нет никакого смысла. Мир перевернулся с ног на голову. И опять же, это восходит к идее о том, что вы не можете нападать, вы не можете бросать вызов никому, кто занимает позицию, что Израиль прав, а остальной мир не прав. И это просто-просто несовместимо с Биллим о правах. И это нарушает все то, за что мы исторически выступали. Помните, я думаю, что это был Джефферсон, который сказал, что я могу не соглашаться с вами, но я буду бороться до смерти за ваше право не соглашаться со мной. Именно это и отличало нас от многих других стран мира на протяжении сотен лет. Похоже, что мы отказались от этого. Теперь мы принимаем законодательство, которое создает категории защищенных людей. Это не идет на пользу национальной сплоченности. Это не идет на пользу американскому обществу. Я не думаю, что это хорошо для Израиля, откровенно говоря, но более важно, я думаю, что это наносит вред евреям по всей территории Соединенных Штатов и Западного мира. Прежде чем мы уйдем, я хотел бы вернуться к тому, что вы упомянули ранее, что на самом деле пугает. А именно к тому, что мы отдали так много нашего существенного военного оборудования, что у нас может не оказаться под рукой того, что нам может понадобиться, если, не дай бог, нам это понадобится. Это абсолютно верно. Посмотрите на потери в технике и людях в войне между Ураиной и Россией. У нас нет ни солдат, ни матросов, ни летчиков, ни морских пехотинцев на действительной службе, чтобы противостоять этим потерям. И у нас нет запасов хранящегося оборудования, которое можно было бы открыть и затем быстро перераспределить для восполнения потерь на поле боя. То, что мы сделали, это отправили почти все, что у нас есть, через море в Украину. А теперь мы сделали то же самое с боеприпасами, в частности, с высокоточными управляемыми ракетами и высокоточной управляемой артиллерией, а также с запасными частями в Израиль. Если нас внезапно призовут к участию в крупной войне, которая потребует от нас ведения боевых действий на суше, американцы должны понять, что, вопреки распространенному мнению, войны, как правило, не решаются на море или в воздухе. Они решаются на суше. И прямо сейчас у нас нет ни структуры вооруженных сил, ни их глубины, чтобы вести крупную войну на суше, где бы то ни было, возможно, в Техасе против Мексики. Но на этом все. Я понимаю, что конституционная система предусматривает гражданский контроль над вооруженными силами, и это хорошо. Но понимают ли и ценят ли опасность истощения боеприпасов и техники люди, которые носят военную форму? Ты знаешь, я думаю, что понимают. Но они так долго жили в мире, где ничто из того, что они делали, казалось, не имело значения, что я думаю, они решили, что это тоже не имеет значения. Я бы сравнил это с тем, как мы относимся к национальному суверенному долгу. Люди постоянно поднимают вопрос о долге. Я думаю, что сейчас мы достигли отметки в 35 триллионов долларов и продолжаем расти, утверждая, что это не имеет значения. Это не имеет никакого значения. Это пока не имеет никакого значения. Но с каждым днем мы внимательно следим за рынком казначейских облигаций и задаемся вопросом, как долго еще будет сохраняться этот фасад. В экономике есть сотни других факторов, которые оказывают влияние. Она очень хрупкая. Она может быстро развалиться. Ну что же, то же самое верно и в военном отношении. То, что издалека кажется сильным и боеспособным, как только вы подойдете к нему поближе и пустите в ход, может вообще не держаться вместе. И прямо сейчас, я думаю, именно так обстоит дело с нами. И обнаружить такого рода недостатки в вашей военной мощи не так просто, как кажется. И помните, что вы имеете дело с Конгрессом, который считает, что его главная задача тратить деньги.